Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре портативная акустика от фирмы Sony, модель SRS-XB12 с технологией Extra Bass. Вот так выглядит коробка. Как видите, гарантийник приклеен к одной из сторон, он запаян в целлофанчик и просто приклеен к коробке. Также перечислены на коробке основные характеристики данного изделия, но чуть попозже мы об этом поговорим, когда откроем коробку. Кстати, коробка никак не запаяна, то есть она просто открывается, поэтому когда колонку покупаете, когда забираете ее в пункте выдачи или вам привозит ее курьер, откройте ее, потрудитесь, проверьте колонку, не открывал ли ее кто-либо до вас, не была ли она в продаже, не возвращали ли ее в магазин, а потом продали по второму кругу. Такие случаи бывают. Давайте открывать коробку. Здесь у нас две бумажки. Первая у нас это краткая инструкция. Инструкция в картинках, вот так она раскладывается. И здесь очень подробно, очень понятно, с помощью картинок рассказано, как подключить колонку к смартфону и как вообще колонкой пользоваться. Также здесь есть инструкция, как всегда, вот так она сворачивается, вот в такую простынку. Инструкция на трех языках, украинский, я так понимаю, какой-нибудь казахский, ну и естественно на русском языке. Здесь просто перечислены основные характеристики данной колонки. Давайте все это пока в сторону отложим и достанем саму колонку. Вот такой вот кабель идет в комплекте. К сожалению, это микро-USB, это не USB Type-C, но что поделать. Давайте достанем колонку. Все, коробочка у нас пустая, откладываем в сторону. Вот так вот она просто в целлофанчик запаяна. Коробка даже не запаяна, а просто с помощью скотча пакетик этот заклеен. Давайте аккуратненько откроем. Ну а вдруг мне придется еще один дубль делать, поэтому надо все это открывать аккуратно. Убираем. Вот так вот колонка выглядит. Давайте я попробую вам поближе ее показать. Надпись Sony крупная, элементы управления на боку, такой вот ремешок, закрывается на обычную петельку. Давайте я попробую вам показать. То есть это самая обычная петля, это не кнопка. Вот как видите, вот такое вот отверстие идет и обычная пуговка. То есть на руку его надеваете, опять закрываете, застегиваете пуговку. Отверстие в ремешке достаточно маленькое, поэтому вот так вот на руку его нацепить не получится, придется расстегивать. Ну и соответственно, если вы на руке застегнете этот ремешок, то у вас колонка никуда уже не денется и не свалится. Что у нас еще здесь есть? Здесь у нас вот такая вот резиновая заглушка. Очень удобно она поддевается и вытаскивается. Здесь у нас разъем microUSB и разъем AUX. И также есть отверстие для перезагрузки резет. Закрываем. Металлическая сеточка сверху. Давайте я вам покажу ее. Там видно, вот просвечивает динамик. И еще один динамик находится снизу. Это как раз усиливающий пассивный излучатель для того, чтобы, так сказать, воплотить технологию Extra Bass, усилить басы в данной колонке. Вот эти вот отверстия как раз для этого служат. И с обратной стороны, снизу, вот здесь вот такое резиновое кольцо, для того, чтобы колонка очень устойчиво стояла на столе. Здесь, к сожалению, у меня ткань, не могу вам показать, но на какой-то гладкой поверхности, на столе, очень хорошо колонка стоит. И ее с места сдвинуть достаточно тяжело, то есть она как будто прилипает просто к столу. Вот такая вот колоночка. Давайте пройдемся по характеристикам. 46 мм диаметр динамика, до 16 часов колонка работает от аккумулятора, это достаточно много. Колонка имеет защиту по стандарту IP67, она не боится влаги, она не боится пыли. То есть спокойно можно ее брать куда-то с собой, на пляж, на море, в бассейну, в лес, куда угодно. Можете устраивать дискотеку на свежем воздухе. Блютуз версии 4.2, микро-USB, как я уже сказал, мощность 5 Вт, я думаю, для такой колонки этого вполне достаточно. И вес колонки 243 грамма. Вот такие вот характеристики. И еще частотный диапазон укажу. От 20 до 20 тысяч герц выдает вот эта вот колонка. Давайте сейчас попробуем ее подключить, попробуем послушать звук, какой она выдает. Ну и, так сказать, в процессе, может быть, еще какие-то тонкости проявятся. Давайте будем попробовать, попробуем ее подключить. Включаем на телефоне Bluetooth. И подключаем кнопочку включения. Нажимаем, держим. Никаких лампочек не загорелось. Вот синенький светодиодик горит. И здесь вот должна появиться, вот она. Появилась у нас SRS-XB12. Подключаем. Идет соединение. Все, колоночка проиграла. И можно слушать. Давайте попробуем что-нибудь подключить. Так как YouTube банит за проигрывание какой-то музыки, поэтому мы подключим классическую музыку. Возьмем баха, органную музыку. Я думаю, она хорошо передаст басы данной колонке. Давайте подключим, посмотрим. Есть клавиши регулировки громкости. Больше, меньше. Давайте попробуем увеличить. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну что, друзья, по-моему, очень неплохо. Я не знаю, насколько хорошо звук передаст микрофон, но здесь, непосредственно рядом с этой колонкой, звук, конечно, на мой неискушенный взгляд, очень неплохой, очень неплохой, очень хорошо слышны басы, стол немножко вибрирует, все, так сказать, интонации звука очень хорошо передаются. Для классической музыки очень неплохо, а уж какую-нибудь попсу, рок и так далее, я думаю, эта колонка воспроизведет более чем хорошо. Кстати, данная колонка оснащена еще микрофоном, то есть вы вполне можете отвечать на входящие звонки на телефон, поэтому данная колонка может выполнять роль, так сказать, беспроводной связи. Вы вполне можете где-то в машине на природе подключить ее и отвечать на звонки. Вот такая вот колоночка, на мой взгляд, очень неплохая для своих размеров, для своего веса. Она выдает очень хороший звук, так что однозначно рекомендую, к тому же это Sony плохих вещей не делает. Вот такой вот получился обзор. Если вам понравилось, если вам показалось полезным, ставьте лайки. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока, всем до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова